Здравствуйте, я Алексей Форсиков, в эфире Форсаж. Сегодня мы говорим об очень необычном, неоднозначном и спорном вопросе – автомобильный тюнинг. Кому и зачем это нужно, с чего начать, и главное – как вовремя остановиться. На первый философский вопрос «Зачем это нужно?» нам поможет найти ответ совладелец тюнингового ателье Алексей. Я думаю, во-первых, человеком движет неопределимая сила, которая хочет его сделать первым, выделиться из толпы, доказать, во-первых, самому себе, что он лучше, что он победитель. Во-вторых, не у всех людей хватает денег на дорогущий спорткар, поэтому все начинают с малого, начинают потихонечку заряжать свой автомобиль, чем мы, соответственно, и занимаемся. Это Денис, владелец и главный идеолог тюнингового ателье «Фасткар Клаб». Денис, расскажи, пожалуйста, с чего начинаются вот самые-самые первые шаги, простейшее начало долгого протеста тюнинга машин. Часто люди обращаются с вопросом сделать минимальный тюнинг автомобиля. Что мы делаем? Это меняем дроссельный узел на увеличенного размера и дорабатываем систему выхлопа. Все сопровождается заменой программы управления блока. Вот чип-тюнинг. Ну вот мы видим машину, которая только что была подвержена этому минимальному тюнингу. Вот эта дроссельная заслонка заменена, убран катализатор из нее, переведены нормы экологии на евро-ноль. Вот это минимальный комплект тюнинга. Следующая машина, следующий шаг тюнинга. Вот поставил человек себе новый дроссель и брал катализатор. Машина поехала быстрее. Чего он начинает хотеть дальше? Человек начинает хотеть еще больше мощности, больше скорости, лучше динамики разгона автомобиля. Здесь мы можем посоветовать как бы установку альтернативных распредвалов. Вот на данную машину был установлен спортивный распредвал. В результате мы получаем большую мощность автомобиля и смещение крутящего момента на более высокие обороты. Распредвалы бывают разного типа. Бывают низовые, бывают верховые. То есть вал мы подбираем индивидуально под клиента, под его стиль вождения. Это очень важно, потому что даже можно установить на автомобиль самый сильный распредвал, который существует с самыми сильными характеристиками. Но человек, проехав на таком автомобиле, имея стиль вождения на более низких оборотах, скажет, что эта машина вообще не едет. Третий этап тюнинга. Распредвал больше не радует, машина как бы не едет. Что дальше? Дальше у нас идет установка четырехдроссельного впрыска на автомобиль. То есть тот дроссель, который мы видели ранее, увеличенного размера, он меняется теперь на четыре. Впрыски бывают у нас горизонтальные и вертикальные. Это тоже подбирается под распредвалы, под клиента. Когда и этого становится мало, на помощь нам приходит установка закиси азота. Вот мы видим баллон из этой установки. Добавляется мощность от 35 сил. И установки самого последнего поколения позволяют нам добавлять 250 лошадиных сил к заявленной мощности автомобиля. Но само собой как бы чудес не бывает. Чем больше мы добавляем сил, тем уменьшается ресурс пропорционально. Вот. Закись азота и четырехдроссельный впрыск, это уже является заключающей точкой в тюнинге атмосферного автомобиля. Выше уже нет как бы. Когда человек прикатывается и к этому, что все равно происходит, так мы устроены. Дальше на помощь нам приходит турбонадул. Главным источником мощности в турбированном автомобиле это является турбина. Часто ее называют улитка. Чем она больше, тем и больше мощности автомобиля. Но здесь тоже есть как бы скрытые камни. Чем больше улитка, тем сложнее на ней опять же передвигаться по городу. То есть выход на мощность заявленную на большую улитку происходит намного позже. Так называемый спул. На больших улитках происходят турбоямы. То есть на низких оборотах машина перестает ехать. Она клюет и как бы это очень неудобно. Вот. Ну на вазы для повседневного использования мы устанавливаем маленькие улитки. Это дешки в основном. Subaru Impreza служат нам донором. Такие машины удобные в эксплуатации. Не требуют частого посещения сервисных центров. Вот таких как наш, например. Масштабные перестройки под капотом, увеличение мощности машины это далеко не все, чем занимаются ребята в этом ателье. Еще один немаловажный аспект тюнинга это изменение внешнего вида автомобиля, который начинается с тонировки и спойлеров и кончается подвеской и прочими наворотами. В проекте у ребят в этом ателье копейка. Алексей, что в ней такого? Мы решили не ограничиваться только доработкой мотора и доработкой ходовой части автомобиля. Решили собрать копеечку всем знаменитую. Начнем с того, что у нее оригинального дизайна решетка, который нет ни у кого, смею заметить. В капоте были установлены отверстия. Так как автомобиль планируется собрать с турбонаддувом для лучшей эффективности охлаждения, были сделаны так называемые жабры. Было еще принято одно дизайнерское решение такое неординарное. Расширить колесные арки и поставить резину с большим вылетом для, ну как сказать, большей привлекательности автомобиля. На арках мы останавливаться не стали, решили немного понизить крышу. Тем самым она была усажена на 80 мм. Это придало автомобилю еще более симпатичный вид. Крыша не закончили, решили сделать купе. Поэтому из двух дверей собрали одну. Ну, в принципе, получилось. Я думаю, все хорошо. Всем видно, как это. Это мой тезка Алексей. Он сделал из своей 14-ой, обычной 14-ой, настоящий спортивный болид. Алексей, как с этим живется на дорогах? Ну, приходится сталкиваться с определенными трудностями. Прежде всего, это повышенное внимание со стороны госавтоинспекции полицейских. Также возникает неудобств при езде по городу, по нашим пробкам, которые растут непропорционально как-то. Машина, потому что подготовлена под соревнования и никак не приспособлена для городского передвижения. Нарушаю тихий покой, скажем так. Повышенное внимание жильцов дома, где я проживаю. Множество недовольств в мой адрес. Приходится как-то этого всего стараться избегать и всячески стараться преодолевать возникающие проблемы. Нужно, прежде всего, я не знаю, потенциал машины раскрывать на специально подготовленных для этого места, на гоночных трассах, которые, к сожалению, у нас в городе отсутствуют и приходится тратить немалые деньги, помимо постройки самого автомобиля, еще и на перевозку этого автомобиля до конечного пункта. Алексей, допустим, любой обычный человек взял свою обычную 14-ую, 9-ую, 8-ую, все что угодно и решил поставить сначала дроссель, потом распредвал, а потом понеслось турбина и все остальное прочее. Кто ты ему посоветуешь, как опытный тюнир? Стоит ли начинать вообще? Ну, вы сами ответили на свой вопрос, перечисляя все те запчасти, которые он будет устанавливать. Все начнется с малого, это с установки дросселя, спортивных валов, прошивкой, установкой турбин. Мощности будет постоянно не хватать, поэтому процесс тюнинга и доработки двигателя – это процесс бесконечный, который приводит к конечному результату через большое количество времени. Как видим, тюнинг – это как ремонт или большая стройка. Можно начать, но невозможно закончить. Стоит это делать или нет – решать вам. С вами был Алексей Фортиков. Увидимся, пока.